Надиршах Но акцентировать большое внимание на его завоевательных войнах не входит в тему этого материала. Мы рассмотрим его политические и религиозные идеи. Которые по праву считались прогрессивными в ту эпоху. К числу таких идей относятся планы Надиршаха по объединению шиитов и суннитов и выстраиванию конструктивных отношений с соседними державами на основе тюркского единства. Поэтому его по праву можно считать первым фантюркистом, хотя войны с соседними державами не позволили реализовать эти инициативы, но этому есть разумное объяснение. Чтобы понять, почему Надиршах выдвигал такие идеи, следует рассмотреть его биографию и основные вехи его правления. Надиршах происходил из тюркского племени Афшар, являющегося одним из 24 агузских племен. Его отец был обычным пастухом, а его семья вела кочевой образ жизни. Указывается несколько дат, когда он родился, но по самой распространенной версии это был 1688 год. Местом рождения будущего шаха был Дарагесский район провинции Хорасан, что на границе Ирана и Туркменистана. При рождении отец нарек его именем Надр-Кули, но он рано потерял отца, и из-за этого его семья испытывала большие трудности и жила в бедности. В детстве будущий Надиршах значительно выделялся из числа своих сверстников. В подростковом возрасте в нем замечали недюжинный ум, силу, ловкость и способность к лидерству. Эти качества помогли ему в дальнейшем выжить в суровых условиях той эпохи. Благодаря своим талантам он прославился как храбрый и искусный воин, а также талантливый военачальник, ценивший своих людей. Например, когда его воины терпели поражение, он не только не наказывал их, а наоборот воодушевлял их, восхваляя их храбрость, а во время сражений часто прорывался в первые ряды, подымая своим примером боевой дух воинов. Путь к власти Надиршаха начался с поступления на службу к одному из офшарских вождей, наместнику хоросанского города Абиверт. Отметившись своими воинскими и организаторскими талантами, он входит в доверие к этому феодалу и с его разрешения женится на его дочери. Это помогает ему пробиться высшие слои хоросанской знати. Благодаря такому повороту судьбы, а также своим лидерским качествам, Надиршах приобретает влияние и авторитет среди тюркской военной элиты хоросана, а в то время без воинских заслуг нельзя было заслужить уважения. В первой половине 18 века государство сефивидов приходит в упадок и сильно ослабевает, что обусловило захват ее значительной территории афганскими племенами и турками-османами. Под их контроль перешли крупные столичные центры – города Тибриз, Исфахан и Шираз. Все эти события привели к анархии как во всем Иране, так и отдельно в Хоросане. В этой ситуации Надиршах предпринимает меры, чтобы сохранить порядок в Хоросане и предотвратить расползание беспорядков в регионе. В результате таких мер он становится одним из влиятельных вождей на северо-востоке Ирана и концентрирует вокруг себя пассионарных людей, преимущественно тюркское военное сословие. Он не стал, по примеру некоторых феодалов, помышлять о самостоятельности, а направил все свои усилия на ликвидацию анархии и сепаратистских настроений среди представителей знати. Благодаря этим действиям он вошел в доверие к предпоследнему шаху из династии сефивидов Тахмаспу II, у которого остались только небольшие владения на севере Ирана, так как в других областях господствовали афганцы. Так вот, собрав вокруг себя все силы, которые были недовольны правлением афганцев в Иране, Надир Шах становится одним из ключевых военачальников, от которого зависела судьба распадавшегося государства. Шах Тахмасп II, опираясь на защиту Надира, наделяет его широкими полномочиями и назначает его наместником Хорасана. Вскоре Надир подчиняет шаха своему влиянию и устраняет с его помощью своих конкурентов. А затем он берет под контроль все территории, находившиеся под властью Тахмаспа, и тот становится его марионеткой. Сконцентрировав в своих руках большой объем власти и ресурсов, Надир в течение нескольких лет восстанавливает целостность государства, наносит афганцам поражение и изгоняет их с территории Ирана. А в 1730 году Надир Шах начинает войну против османов, которые, воспользовавшись смутой, захватили приграниченные провинции. Он наносит им поражение и освобождает западные области Ирана, включая первую столицу Сефевидов, город Тибрис. В то же время, на фоне успехов Надир Шаха, Тахмасп II начинает опасаться его влияния. Пользуясь тем, что полководец направил свою армию для подавления восстания афганцев, Тахмасп в 1731 году лично выступает с войсками против османов. Но потерпев поражение, в 1732 году он заключает с турками невыгодный для Ирана мир, уступив им ряд территорий. Это вызвало возмущение Надира, посчитавшего условия мирного договора позорными. Он собирает курултай знати и добивается низложения Тахмаспа, после чего на трон был возведен его восьмимесячный сын под именем Аббас III. При новом шахе Надир сохранил всю полноту власти, а малолетний монарх становится его заложником. Еще больше укрепив свое влияние, Надир добивается, чтобы османские и российские войска покинули земли Сефевидов, захваченные Иране. Этими действиями он укрепляет свой международный авторитет. Но вскоре Надир начинает понимать, что разоренное воинами государство нуждается в сильном правителе, а династия Сефевидов уже не обладала ни властью, ни авторитетом. Поэтому Надир вознамерился провозгласить себя шахом. В этих целях в 1736 году он созывает в Азербайджане большой курултай, на который были приглашены около 20 тысяч человек. В их числе были представители всех слоев общества – тюркская знать, военачальники и эмиры, шиитское и суницкое духовенство, гордские старшины, лидеры сельских общин и прочие. Надир предложил выбрать из числа собравшихся нового шаха, но свою кандидатуру не выставил, сославшись на то, что хочет уйти на покой. Но это была только уловка, показав таким способом, что народ якобы сам хочет его избрания. Однако против его выдвижения выступила часть шиитского духовенства, и Надиру пришлось убить одного из их лидеров, чтобы тот не будоражил оппозиционные настроения. После долгого притворного отказа от такой высокой должности, Надиру согласился на уговоры знати стать новым шахом. Но для этого он выдвинул обязательные условия, что шиизм должен быть заменен на новую форму исповедания, которая должна стать компромиссным объединением сунизма и шиизма. Все участвовавшие эмиры и шииты под давлением военной знати согласились с этим. План объединения шиитов и суннитов имел для Надира политическое значение. Во-первых, он хотел положить конец вражде двум этим направлениям ислама и заручиться поддержкой суннитов, представителями которого были как ряд тюркских племен, так и те, которых он хотел сделать своими союзниками. Это узбеки, афганцы, белуджи, курды и другие народы. С их помощью он хотел преодолеть сопротивление традиционного шиитского духовенства и укрепить свою власть. Надир объяснял свое стремление широкому кругу лиц тем, что до сефевидов население Ирана в большинстве своем исповедовало суннизм, и только шах Исмаил и его преемники силой насадили шиизм в стране. Однако, несмотря на могущество Надир Шаха, некоторые представители Кызылбашской тюркской элиты были сторонниками свергнутой династии сефевидов и рассматривали Надира как выскочку представителя низших слоев. Поэтому Надир опасался, что они могут найти опору в лице шиитов и для противодействия этим враждебным выпадам нуждался в дополнительном полюсе силы. Чтобы не проводить радикальных реформ, Надир предложил соединить шиизм с четырьмя сунницкими масхабами и на базе уже имевшейся богословско-правовой школы джафаридов сформировать пятый, так сказать, компромиссный масхаб. Одновременно он выдвинул ряд условий для нормализации отношений с османами. К их числу относятся признание джафаридского масхаба пятым сунницким масхабам, предоставление места укаабы для имама этого масхаба и ряд других условий, касающихся организации хаджа и запрета продавать пленных, а также обмен уполномоченных по вопросам веры с каждой из сторон. Однако такая цель оказалась нереализованной из-за противодействия консервативных шиитских и сунницких кругов. Например, ряд сунницких богословов посчитали, что джафаридский масхаб содержит размытые и противоречивые нормы религиозного права. Более того, некоторые фанатично настроенные богословы призывали к убийству Надир-Шаха, так как, по их мнению, он оскорблял основы религии. Кроме того, эту инициативу не поддержали соседние мусульманские государства, например, в лице все той же Турции, которая посчитала, что это политическая хитрость, направленная на укрепление лидерства Надир-Шаха в исламском мире. А после убийства Надира об унии шиитов и суннитов на время забыли, и лишь в 20 веке продолжателем идеи Надир-Шаха стала Всемирная Ассамблея по сближению исламских масхабов. Такая религиозная политика, выдающегося тюркского правителя Ирана, напоминает религиозную реформу падишаха Акбара, стремившегося создать новую религию, которую он назвал «божественной верой». Она соединяла в себя элементы ислама, индуизма, христианства, зороастризма и прочее. И тоже после смерти Акбара, как и в случае с Надир-Шахом, эти попытки потерпели неудачу, а новые религии все забыли. Справедливо будет отметить, что только тюркские правители могли выдвигать такие смелые проекты и осуществлять религиозные реформы. Еще одним интересным аспектом политической деятельности Надир-Шаха является его идея по сближению тюркских государств на основе общего происхождения. Биографы Надир-Шаха отмечали, что он обладал тюркским самосознанием. Шах хорошо знал происхождение своих предков и гордился, что он является по происхождению тюрком. На протяжении всей своей жизни он изучал историю тюркских народов, их быт и культуру. Как военачальника его интересовали деяния великих тюркских правителей, полководцев и героев. Поэтому, осознавая героическую историю тюркских народов, он называл себя сыном меча, а свое государство гордо именовал туркменским. Он всегда предпочитал говорить на тюркском языке, продолжая линию правителей сефифидов. При дворе в основном использовался тюркский язык. Считается, что Надир-Шах только в зрелом возрасте изучил персидский, но тем не менее он редко использовал его в общении с подчиненными. Еще до того, как Надир был провозглашен Шахом, он сконцентрировал в своих руках большой объем власти и определял внешнюю политику – государство сефифидов. Он понимал, что постоянно вражда с Османской империей только ослабевает их государство. В тот период на Кавказе стала усиливаться Российская империя, ее экспансия угрожала владением Турции, а также тюркам Азербайджана и Ирана. Надир-Шах предлагал османской элите устранить все противоречия и объединить усилия против России. Часто используя в межгосударственной переписке довод, что оба народа являются ветвями одного древа. Например, в 1734 году Надир написал два письма османскому визирю Акимзаде, предлагая заключить мир и устранить все противоречия, ссылаясь на то, что оба государства имеют единую судьбу. Переписка Надир-Шаха с османами продолжилась и после того, как он стал шахом. В 1736 году он вновь пишет письмо османскому визирю, которым называет свое государство наследственным владением благородных туркменов, напоминая, что правители османского двора происходят из родственного племени. А в 1740 году, после того, как была захвачена Бухара и Дели, Надир отправляет большое посольство с дарами к османскому султану. Он стремился перевести отношения с турками на новый уровень, пытаясь заключить стратегический союз. Все же самым главным вопросом, которого он добивался от османов, было признание джафаритского масхаба. В 1742 году к Надиру прибыло ответное турецкое посольство. Османский двор отклонил инициативу Надира от признания джафаритского масхаба, что сохранило неопределенность в отношениях двух государств. По-видимому, турецкая элита опасалась возвышения Надира и считала, что он намеревается захватить Османскую империю. Стороны после этого еще несколько раз обменивались посольствами. В 1745-46 годах, после очередного военного конфликта, Надиршах и турецкая сторона заключают мирный договор, который предусматривал воздержание от недружественных действий в отношении друг друга, а также регулировал статус и защиту паломников и торговцев. Для подтверждения еще больших мирных намерений, Надиршах в 1746 году отправляет большое посольство ко двору турецкого султана с огромным количеством подарков, среди которых был так называемый «трон танцующего слона», захваченный в Делли. Турки же отправили ответное посольство, и стороны намеревались ратифицировать мирный договор, но это не произошло по причине убийства заговорщиками Надиршаха в 1747 году. Помимо контактов с Османской империей, Надиршах писал письма и правителю великих моголов Мухаммед Шаху. В этих письмах он также писал о принадлежности его народа к тюркскому роду ашаров, называя обоих премниками Великого Тимура. Он просил могольского правителя не принимать афганских изгнанников, так как те могли угрожать его владением, и стремился к мирному решению всех вопросов. Однако правитель Индии Мухаммед Шах отказался от этих инициатив, и война была неизбежной. Но Надиршах, как и Тимур, стал заложником своей военной элиты. Придя к власти, он получил разоренное государство, чья элита враждовала друг с друга, и чтобы сплотить все эти разношерстные группы, он принял решение захватить Индию и восполнить свою казну за счет ее богатых ресурсов. Но, по словам Надира, он проявил гуманность к правителю великих моголов и оставил его править Индией только лишь из-за его тюркского происхождения. После захвата Бухарского и Хивинского ханства, Надиршах планировал объединить под своей эгидой все тюркские государства в Центральной Азии. Он помогал Каканскому ханству, войсками и артиллерией для отражения набегов джунгар. Помимо этого, с Надиром вели переписку казахские правители. Тем не менее, иранский шах воспринимался для стран региона как угроза, и несмотря на попытки объединить суннитов и шиитов, его считали продолжателем политики Козылбаши. Поэтому его рассматривали как шиитского правителя. Надиршах все свое недолгое правление регулярно вел войны, что привело к истощению государства. Крестьянское население не в состоянии было платить большое количество налогов, и против них применялись самые жестокие меры. А поражение в Дагестане вызвали в нем подозрительность и недоверие к ближайшему окружению. Многих из своих приближенных он казнил и даже ослепил своего родного сына, заподозрив его в измене. Репрессиям подверглось и шиитское духовенство, а также в опалу попали ряд тюркских эмиров. В 1747 году заговорщики из числа военной знати, опасаясь за свою жизнь, убили Надиршаха и перевели к власти его племянника. Но династия офшаридов не смогла долго удержаться у власти. Ей на смену в конце 18 века пришла новая династия тюрок-каджаров, правившая страной около 150 лет. А в 1925 году они были свергнуты Резой Пихлеви, и впервые за тысячи лет в Иране утвердилась персидская по происхождению династия. Такова была эпоха Надиршаха. Этот человек, происходивший из семи простого кочевника, смог не только сконцентрировать в своих руках огромную власть, но и пытался одним из первых за долгое время сформировать консолидированный тюркский мир, в рамках которого к минимуму были сведены войны и противоречия. Но этот великий правитель не смог преодолеть все имеющиеся религиозные и государственные противоречия, а постоянные войны, которые он вел, сделали его их заложником, что в итоге ожесточило его характер и повлекло к крушению всех его планов. Тем не менее, он оставил свой след в истории и запомнился как могущественный правитель. Историки 19 века назвали его Наполеоном Востока. Таким был этот тюркский правитель, сочетавший в себе прогрессивность взглядов и жестокость. Но таким было то суровое время, диктовавшее людям свои правила. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.